С тех самых пор, как человечество обнаружило у себя способность говорить, оно изобрело множество способов общения и передачи информации на расстоянии. Почтовые голуби и экипажи, запряженные лихими лошадьми, постепенно сменились поездами и самолетами, доставляющими письма делового и личного характера в разной точке земного шара. Пожалуй, самым ценным изобретением в конце XIX века стало появление телефона, который придумал хитромудрый англичанин. Прошло сто лет, и сегодня мы имеем возможность услышать знакомые и не очень голоса не только в трубках сотовых и радиотелефонов, но и передать сообщения посредством фоксимильной связи и электронной почты типа Рилком и Интерком. Пришло время рассказать и еще об одном способе передачи информации, появившимся в нашей стране не так давно, пейджинговой связи. Людей, хоть маломальски знакомых с английским языком, не затруднит составление визуального представления о штучке с названием пейджер, ведь пейдж в переводе с английского означает страница. Мы натолкнулись на то, что население, в общем-то, не знает, что такое пейджинговая связь. То есть кто-то воспринимал это как радиостанцию или что-то типа мобильного телефона. На самом деле, знали очень немногие. Это система персонального радиовызова, приборчик, который получает сообщения, посланные непосредственно вам. То есть каждому пейджеру присваивается один единственный номер в СНГ, и уже никто не сможет получить сообщение, посланное вам. Осуществляется пейджинговая связь так. Вы набираете телефон оператора пейджинговой станции и сообщаете ему то, что вы хотели бы передать для определенного номера. Оператор набирает на компьютере вашу информацию и нажатием кнопки отправляет это в эфир. Абонент, то есть владелец пейджера, где бы он ни находился, на природе или на даче, на прогулке с собакой, в общем, в любой ситуации, через минуту, максимум полторы, получает посланное ему сообщение. Единственным недостатком пейджинговой связи является то, что эта связь односторонняя. Но на этом недостатки кончаются. То есть вы можете послать сообщение на пейджер, я же с него послать сообщение не могу. Чтобы послать сообщение на другой пейджер, я должен прибегнуть с помощью телефона. Неважно, радио, сотового или простого телефона. Но это позволяет сделать так, что пейджер является прибором абсолютно безвредным. В отличие от любого радиотелефона, мощность которого все-таки дает какое-то излучение, пейджер прибор абсолютно безвредный. То есть излучение нет вообще. Экологически чистый. Экологически чистый прибор. Кроме того, он очень надежен, в отличие от тех же мобильных телефонов. То есть здесь минимум кнопок. Сделано они так, что их сломать очень трудно. Здесь нет антенн. То есть антенна есть, но она находится внутри. И поэтому он абсолютно не мешает. Он располагается либо на боку, есть специальное приспособление, которое позволяет крепиться ему на пояс, на ремень, или в кармане. Причем вы, обладая пейджером, абсолютно не чувствуете его. Он не приносит никаких неудобств. Вы можете попасть ему под дождь, и это вреда ему, в принципе, не принесет. Расскажите, пожалуйста, а вот за те полгода, которые существует ваша компания, то есть насколько вообще эта идея, сама пейджинговая связь, насколько она хорошо, скажем так, распространяется в нашем регионе? То есть я знаю, что на сегодняшний день у вас задействован уже не только Новотрывск, но и город Торск. То есть как вообще клиенты к вам с желанием идут, и кто ваши клиенты? Люди, которые стали нашими клиентами, они не жалеют. То есть их полностью удовлетворяет пейджинговая связь, и люди говорят, что мне больше ничего не надо. Мне вполне хватает пейджера на все случаи жизни. Ну, наши клиенты, конечно, сейчас, в данный момент в основном деловые люди, люди, которые связаны с торговлей, с разъездами, люди, занимающиеся охранной деятельностью, предприниматели. Ну, это, в принципе, и крупного, и сейчас уже среднего бизнеса. Я думаю, что в скором будущем, ну, наверное, ближе к лету, уже нашими клиентами станут и челноки, потому что им такое средство связи тоже необходимо. Хотя пейджер будет удобен, начиная от домохозяек и кончая школьниками, все, для всех. Ну, другое дело, что денежные, чисто финансовые возможности пока не всем могут позволить его иметь. Хотя, он, сама покупка пейджера стоит где-то, ну, на уровне установки простого телефона. Вот вы сказали, что в настоящий момент ваши клиенты, это прежде всего люди дела. Но мы в последнее время привыкли вообще ассоциировать людей дела, прежде всего, вот с радиотелефонами, вот такими, с трубками, вот. В чем преимущество вообще, если они есть, эти преимущества, то есть пейджера перед другими средствами связи? Преимущества есть. Во-первых, пейджер – это не конкурент радиотелефону, а средство, позволяющее работать в сотрудничестве с радиотелефоном. То есть, это средство, дополняющее радиотелефон. То есть, почему? Я сейчас объясню. Поскольку средство односторонней связи, то вы, получая сообщение на пейджер, номер которого вы можете дать кому угодно, начиная от хороших знакомых и кончая просто случайными знакомыми, вы, получая сообщение на пейджер, уже сами решаете звонить вам, связываться вам с этим человеком, подъезжать куда-то или не подъезжать, или наоборот вам избегать встречи. То есть, вы знаете, что вам ждать. И поэтому средства связи более демократичны. Андрей, скажите, существует какая-то информация для всех клиентов, для всех абонентов вашей пейджерной компании? То есть, та информация, которую получают абсолютно все? Да, у нас есть система Майлдроп, это посылка информации всем абонентам пейджинговой связи. То есть, при помощи этой системы мы посылаем каждый день курс обмена валют, покупки, продажи, доллары, марки по всем банкам Новотроицка, Орска, курс Центробанка, ММВБ, потом сводка погоды каждое утро, вы в 7 часов можете убедиться, что вам передана сводка погоды. Также возможно передача рекламы, ну то есть, вашей информации о покупке и продаже, но это пока только для наших абонентов, поскольку абонентами являются наиболее состоятельные люди Урска, Новотроицка, мы передаем информацию абонентов о покупке дорогих вещей, то есть, автомобилей, недвижимости, спутниковых антенн и так далее. В будущем возможна и другая информация, которая будет отражать интересы всех абонентов пейджинговой связи. Остается добавить только то, что кроме получения информации вы можете использовать свой пейджер в качестве будильника и даже массажера. И как знать, быть может, со временем известная по популярному фильму времен застоя поговорка «Управ дом лучший друг человека» будет перефразирована как пейджер лучший друг человека большого и маленького. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова